Всем привет! Вы смотрите Вокруг Спорта и сегодня тема нашей программы смешанные боевые единоборства, которые набирают огромную популярность каждый в нем не только во всем мире, но и у нас в Владивостоке. Для начала посмотрите главные новости спорта прошедшей недели и затем мы откроем все тайны ММА. Шамиль Абдулаев из Владивостока представит России на чемпионате мира по смешанным единоборствам ММА. Турнир пройдет в Санкт-Петербурге 19-20 октября. Сам спортсмен уже в составе сборной России прошел сборы. Шамиль Абдулаев стал чемпионом России по смешанным боевым единоборствам ММА и так он получил путевку на соревнования мирового уровня. Владивосток прославился сильнейшими в мире самбистскими. На высшую ступень мирового пьедестала взошли воспитанницы Владивостокского центра женских единоборств Амазонка, Екатерина Агафонова и Дарья Вериденко. Девушки произвели триумф и завоевали на первенстве мира, которое состоялось в Греции, золотые медали. Они стали чемпионками мира в личном зачете в весовых категориях до 44 и до 70 килограмм, одержав досрочные победы болевыми приемами над своими соперницами из Украины и Казахстана. Победителем личного первенства России среди юниоров до 21 года стал Вадим Тарасенко, спидвинист Востока. Таким образом он добился чемпионского дубля в личных юниорских первенствах Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok В 648 году до нашей эры в программу Олимпийских игр впервые включили смешанные единоборства. Однако вплоть до 1990 года они не могли похвастаться значительной популярностью. Лишь со становлением и развитием таких организаций, как UFC, Pride, M1 Global Популярность ММА начала расти ошеломляющими темпами Первый турнир по смешанным единоборствам назывался UFC И прошел в США в 1993 году Именно этот год считается датой официального рождения нового старого вида спорта В ринг выходили бойцы самых разных стилей Боксеры, каратисты, санбисты, представители борьбы савата, сумо Но к огромному удивлению зрителей главный приз получил представитель бразильского бойцовского клана Грейси Ройс Грейси, который значительно уступал всем своим противникам в росте и весе Он победил благодаря безупречному владению удушающими и болевыми приемами Почти неизвестными в то время Кстати, UFC поначалу задумывался скорее как шоу, нежели как спортивное состязание Организаторы намеревались ограничиться одним-двумя турнирами Чтобы, собрав представителей различных боевых искусств, включая и олимпийские дисциплины Определить, какой из них является наиболее эффективным Но сразу после первых боев UFC приобрел популярность в том числе и далеко за пределами США И то, что задумывалось как шоу, превратилось в одно из самых интересных спортивных событий в мире Сейчас UFC остается одним из основных мировых чемпионатов по смешанному стилю Если раньше техника единоборств традиционно делилась на ударную, бокс, кикбоксинг, каратэ, командо и бросковую Вольная греко-рибская борьба, самбо, дзюдо и соответствующие турниры проводились в каждом из этих видов отдельно То появление смешанного стиля буквально перевернуло мир спортивных единоборств И заставило многих почитателей пересмотреть свой взгляд на разные виды борьбы Смешанные боевые искусства часто называют боями без правил И это неверно, так как они сочетают в себе множество школ, направлений и техники, единоборств Попросту говоря, ММА – это полноконтактный бой с применением ударной техники и борьбы как в стойке, так и в портере Постепенно стало ясно, что чрезмерно свободные правила нового вида спорта необходимо изменить Главными мотивирующими факторами стали необходимость охраны здоровья бойцов и желание избавиться от стереотипа кровавых боев Разделение на весовые категории, использование специальных перчаток, ограничение по времени Все это правила различных версий ММА Из которых самый популярный у нас в Молдивостоке – современный панкартион и драка, имеющие ранг профессиональных поединков Только на соревнованиях под эгидой Союза смешанных боевых единоборств России спортсмен имеет право за победу получать официальные звания Начиная от разрядника и заканчивая мастером спорта международного класса В том, что смешанные боевые единоборства стали очень популярными в нашей стране Несомненная заслуга знаменитого российского спортсмена – четырехкратного чемпиона мира по ММА в тяжелом весе по версии Pride Четырехкратного чемпиона мира и семикратного чемпиона России по боевому самбо Заслуженного мастера спорта по самбо и мастера спорта международного класса под дзюдо Федора Емельяненко Именно он стал президентом Союза смешанных боевых единоборств России, который получил государственную аккредитацию в мае 2012-го Меня выбрали на президиуме, но весь наш союз занимается развитием Каждый вносит свою лепту в популяризацию нашего вида спорта Ну а планы? Планы, конечно, для начала нам нужно войти в спортпорт Сейчас ММА – это самый молодой и быстро развивающийся спорт в нашей стране На данный момент в Союз входят 57 регионов России С осени 2012-го в этом списке и Приморский край Сейчас история ММА в России пишется на наших глазах Первый чемпионат России – первый кубок Впереди еще много соревнований с приставкой «Первый» И одно из них состоялось во Владивостоке 13-го и 14-го сентября Кубок России по смешанным боевым единоборствам Это событие собрало больше 70 спортсменов со всех регионов страны На данный момент мы вот так небольшой мониторинг провели Занимается у нас в крае около 700 человек этим видом спорта Я думаю, приходом таких мероприятий, которые мы проводим совместно с Союзом ММА России Намного вырастет интерес людей заниматься этим видом спорта В России развивается очень хорошо Сейчас уже через года-два будет очень хороший уровень боевского правил Уже хороший уровень, большой Владивосток как место проведения первого кубка России по ММА выбран не случайно В Приморском крае идет активное развитие смешанных боевых единоборств На чемпионате ДВСО за приморцами были 5 золотых, 1 серебряные, 2 бронзовые медали На чемпионате России в Челябинске честь края успешно защитил Шамиля Бзулаев В весовой категории до 84 килограммов, вернувшись во Владивосток с золотом Он же вошел в состав национальной сборной России по ММА А на Кубке России и Дальний Восток представляли 7 спортсменов, из которых 5 из Приморского края Предварительные полуфинальные поединки прошли 13 сентября и запомнили зрителям потрясающей динамикой и жестким настроем спортсменов Было заметно, что бойцы выкладываются на все 100% во время каждой ринговой встречи, не жалея ни сил, ни энергии Вот у меня тоже хороший парень попался с Северокавказской федеральной Огру в Чечне Хороший парень, два раунда, экстра-раунд Тяжело было, но в принципе продышался нормально Много участников приехало с самого чемпионата России, допустим, тех же Дуберы Кто-то приболел, еще что-то Не всем удалось сюда приехать Второй и заключительный день соревнований должен был выявить победители первого Кубка России по ММА в шести весовых категориях От имени администрации Приморского края, Департамента физической культуры и спорта Я рад поприветствовать и поздравить вас с началом финальных поединков Кубка России по смешанному боевому единоборству ММА Регламент финальных боев предполагал два основных раунда по пять минут и возможность добавления пятиминутного экстра-раунда Одним из самых зрелищных стал третий финальный поединок между Сергеем Лесниковым из Владивостока и Виталием Макиевым из Челябинска На пятой минуте второго раунда точным нокаутом, ударом коленом в голову победу одержал Сергей Лесников Трибуны взорвались оглушительными овациями Зрители аплодировали бойцу стоя Очень тяжелая, не скрою Даже в какой-то момент я сомневался, но работал до конца Публика все болеет, вся роня здесь Нельзя было проигрывать На зубах, честно, вытаскивал последние секунды раунда уже Четвертый бой в весовой категории 84 килограмма между Данилом Приказа из Санкт-Петербурга и москвичом Гаджимуратом Хиромагомедовым Завершился досрочно в первом раунде Гаджимурат попал ногой по руке бойца из Санкт-Петербурга и сломал ему палец Победа присуждена бойцу из российской столицы Следующими на ринг вышли Азиз Джуманьязов из Обнинска и Дмитрий Марченко из Рязани Которые практически сразу увели бой в портер Оба бойца действовали технически грамотно и активно Но уже на третьей минуте бой завершился техническим нокаутом в пользу спортсмена из Обнинска Заключительный поединок Кубка России в весовой категории свыше 93 килограммов Между Ильей Щегловым из Кемерово и Курбаном Ибрагимовым из Ростова также был прекращен досрочно Оба спортсмена активно работали как в стойке, так и в портере Но в первом раунде на третьей минуте техническим нокаутом победу одержал Илья Щеглов Соперник хороший Если бы у меня не получилось перевести бой в партер Возможно я бы проиграл Еще одним подарком для зрителей стали рейтинговые профессиональные поединки В которых российским бойцам противостояли спортсмены из Кореи В стартовой весовой категории до 72 килограммов честь России защищал известный боец из Владивостока Константин Киреев Его противником стал Ган Бэм Чан Их поединок получился самым коротким на соревнованиях Уже на 16 секунде россиянин нокаутировал оппонента Этот чистый и красивый нокаут взорвал зрительские трибуны А корейскому спортсмену понадобилась помощь медиков И его фактически унесли с ринга Удача была на моей стороне, наверное Но я старался, я готовился к этому бою Я бои соперника не смотрел, не знал, что за боец Но знал, что хороший боец Как бы настраивался очень на эту победу Выиграл очень рад Последний рейтинговый бой также завершился досрочно И снова в пользу России На ринге сошлись Гом Мин Сен из Кореи И Евгений Шеломаев из Владивостока Нокаут стал вторым по краткосрочности На 21 секунде первого раунда победу праздновал Евгений Шеломаев Быстро попал, достал противника Прочувствовал дистанцию Получилось завершить так быстро Настраивался на тяжелый двухраундовый поединок Итоги первого в истории Кубка России по ММА Для Приморского края более чем успешны Золото, серебро, бронза А в общекомандном зачете Дальневосточный федеральный округ Поделил третье место с Москвой Тогда как первое место закрепили за собой спортсмены Из Южного федерального округа Я надеюсь, что этот Кубок России Даст толчок Для тех желающих Желающих, кто хочет заниматься этим видом спорта Чтобы они тоже принимали участие До таких соревнований высокого уровня Показывали хорошие результаты Я думаю, популяция этого вида спорта Вырастет в два раза Зрители порадовали Очень разбираются в боях Реагируют на каждое движение, действия И очень сопереживают Когда происходит что-либо на ринге Большое спасибо Кстати, Федору Емельяненко Настолько понравилась атмосфера в зале И уровень организации Что он предложил и следующий Кубок России Провести в Владивостоке И его предложения поддержали В следующем году в наш город Снова приедут сильнейшие бойцы России А пока впереди у спортсменов из Владивостока И еще много времени для тренировок В нашем городе смешанные боевые единоборства Сейчас переживают настоящий бум Почти в каждом районе Владивостока Открываются новые секции и школы Которые специализируются именно на ММА И кто знает Может сейчас, в эту самую минуту Там тренируются будущие чемпионы Занимайтесь спортом, друзья До встречи Увидимся на восьмом Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok